Государственная целевая программа под названием «Поддержание в надлежащем состоянии объектов жилого фонда и социальной сферы Луганской Народной Республики» на 2020-2022 годы утверждена постановлением правительства ЛНР. Согласно программе по городу Краснолуч запланировано проведение работ на объектах жилого фонда и социальной сферы. «Поддержание надлежащим состоянием объектов жилого фонда в 2021 году будет реализовано в двух направлениях. В части усиления строительных конструкций многоквартирного жилого дома, расположенного в городе Петровске по улице Ленина 36. Там запланированы работы по восстановлению разрушенной наружной стены, усилению плит перекрытий, усилению балконных плит, восстановлению кровли. Уполнение по усилению работ на данном объекте многоквартирного жилого дома позволит предотвратить дальнейшее разрушение этого дома и увеличит его срок безопасной эксплуатации». Все необходимые материалы для ремонта многоквартирного дома в городе Петровске уже закуплены. Во время выездной проверки подрядчик рассказал заместителю главы Сергею Соловьеву, что ожидает лишь благоприятных погодных условий для того, чтобы начать работы. Также в рамках государственной программы запланированы работы по восстановлению остекления 23 объектов муниципального жилого фонда, поврежденных в результате боевых действий. «Данные работы запланированы и будут проводиться на квартирных жилых домах по городу Петровске и городу Красный Луч. С целью ускорения сроков реализации данных мероприятий по остеклению многоквартирных домов и по усилению строительных конструкций, администрации города еще в 2020 году была проведена работа по проектированию. И проведены уже все согласования и получено заключение государственной экспертизы. Все эти работы позволили своевременно в этом году начать работы по строительно-монтажным направлениям. По вышеуказанным работам сейчас уже заключены договора на выполнение работ подрядчиками и произведена предоплата на материалы. По усилению строительных конструкций материалы уже закуплены подрядчиками и при потеплении будут начаты работы уже по бетонированию, по штукатуриванию. По остеклению на сегодняшний момент уже изготовлено 28 окон и 21 стеклакета и уже начата их установка. На следующей неделе мы также ожидаем еще порядка 30 окон и стеклопакеты. Сегодня по поручению главы администрации Рыбальченко Сергея Анатольевича совместно с балансодержателями, где производится установка стеклопакетов и окон, а также с управлением ЖКХ проводится проверка выполнения хода работ. Данные мероприятия в плане проверки будут осуществляться постоянно по всем объектам, не только жилфонда, но и по соцобъектам. Также по результатам работ отражается информация о ходе реализации мероприятий, утвержденных дорожными картами, на нашем сайте, где есть специализированная вкладка «Государственные целевые программы». Заместитель главы рассказал, что цель подобных выездных проверок – не только соблюдение сроков реализации мероприятий, но также контроль за качественным выполнением работ. Новости телеканала Луч.